Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Передо мной находится устройство Opera REN7 Lite и сейчас мы вместе с вами посмотрим, что у нас есть в настройках клавиатуры на данном устройстве. Для этого мы открываем настройки, далее проходим в самый низ, выбираем системные настройки, выбираем клавиатуру и способ ввода, нажимаем на нашу клавиатуру Gboard и начинаем настройки с языков. Здесь мы можем добавить клавиатуру, нажав добавить клавиатуру, мы можем также удалить какой-то язык, если он нам не нужен, например вот этот, я его удаляю и оставляю два языка. Далее переходим в сами настройки, здесь мы можем настроить клавиши, то есть мы можем добавить ряд цифр нашей клавиатуры в раскладках, также мы можем выбрать, либо у нас будет находиться рядом с пробелом переключатель эмодзи, либо переключатель языков, но я предпочитаю языков. Следующее это у нас макет, мы здесь можем настроить режим управления одной рукой, справа или слева, то есть наша клавиатура станет поменьше и перенесется в правую или в левую сторону, в зависимости от того, что вы выберете. Далее это высота клавиатуры, здесь мы можем настроить высоту от очень низкой до очень высокой. Следующее это у нас, мы можем включить здесь звук при нажатии клавиш и также настроить громкость звука, мы можем также включить виброотклик на нажатии клавиш и настроить силу вибрации, ой, вот, если вам это все дело не нравится, вы можете это отключить. Далее мы можем включить или выключить, как я это сделаю, увеличение при нажатии, то есть когда мы печатаем, у нас не будут появляться увеличенные буковки, на которые мы нажимаем. Следующее это долгое нажатие символы, то есть если мы включаем данную функцию, то нажимая на какую-то клавишу, мы будем видеть символы, находящиеся под ней. И также мы можем настроить длительность долгого нажатия. Далее, тема. Здесь мы можем настроить тему нашей клавиатуры, мы можем выбрать цвета, либо мы можем нажать на мои темы и выбрать картинку из галереи, допустим, и установить ее на клавиатуру. Следующее это исправление текста, здесь мы можем включить строку подсказок, очень классная функция на самом деле, я ее всегда включаю. Далее мы можем сделать так, чтобы у нас подсказывались слова, то есть при вводе нам будут предлагаться слова на основе предыдущего слова при условии, что у нас включена данная функция. Можем включить фильтр нецензурных слов, можем также включить предложение контактов, но не будем, потому что я не хочу. Следующее это автоисправление, то есть т9 мы можем выключить, но мы можем включить, если он у нас включен, мы можем включить также функцию бэкспейс отменяет автозамену. То есть если оно у вас включено, то когда т9 исправил вам какую-то напечатанную, какую-то ошибку в слове, если вы нажмете на клавишу удаления, это слово придет в тот вид, которым вы его написали. Следующее пробел после знаков припинания, то есть автоматический пробел после знаков припинания, тут в принципе объяснять ничего не нужно, но вот функция эта доступна только при вводе на английском, поэтому я ее не включаю. Далее это заглавные автоматические, я их обычно отключаю и точки автоматические, то есть при твойном касании клавиши пробел у вас ставится точка и проверка правописания. Если вы включаете данную функцию, то ваши грамматические ошибки во время ввода будут подчеркиваться красным цветом. Следующее непрерывный ввод, здесь мы можем его выключить и мы можем его включить, если он вам нравится, мы можем убрать линию, которая появляется при непрерывном вводе. Далее мы можем включить или выключить удаление жестом, то есть когда мы проводим влево от клавиши удаление, у нас стираются слова, я это отключаю. И также мы можем включить управление курсором, то есть не по самому слову мы будем перемещать курсор, а можем делать это жестами на клавиши пробел. Далее голосовый ввод, здесь мы его можем включить или выключить буфер обмена, здесь мы можем сделать так, чтобы нам показывался недавно скопированный текст и изображение на панели с подсказками. Мы можем также сделать так, чтобы нам показывались адреса и номера телефона в скопированном тексте и чтобы сохранились недавние скриншоты в буфере обмена. Далее словарь, сюда мы можем добавить слова и эмодзи, гиф и стикеры. Здесь мы можем настроить также макет, то есть мы можем добавить панель быстрого доступа к эмодзи на основной клавиатуре. Мы можем также показывать строку с недавними нашими эмодзи, которые мы использовали на клавиатуре символов. Эмодзи с аппаратной клавиатуры можем включить. Здесь мы можем включить подсказки при поиске контента, то есть нам будут предлагаться гифки, эмодзи и стикеры. Следующее, мы можем включить подсказки при вводе текста, то есть по мере ввода текста нам будут предлагаться подходящие под этот текст эмодзи либо стикеры. Смотря что мы включим стикеры, я отключу, наверное. И подсказки со стикерами, то есть при выборе о моде нам будут предлагаться какие-то стикеры. И, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.